Доброе утро! На РБК региональный блок новостей мы вещаем из отеля Шаратон Плаза в студии Мравиль Ватолин. Ну и начнем выпуск с кадровых новостей. Глава Минпредпринимательства Башкирии покинул свой пост. Об этом нашему телеканалу сообщил источник в правительстве. Вот исполняющим обязанности министра назначен заместитель министра Эльнур Тактаев. Рустам Авзалов возглавил министерство в апреле 2022 года. Ранее он занимал пост мэра Сибая. Глава региона Ради Хабиров, объявляя о назначении, отмечал, что перед министром стоит задача по развитию предпринимательства и туристической индустрии. Руководитель республики подчеркивал, что управленческие качества Авзалова будут полезны на региональном уровне. Ну и ряд источников отмечают, что Авзалов может занять пост в правительстве либо в администрации главы региона. Стоимость загородной недвижимости в Башкортостане за год выросла на 20%. В апреле средний чек достиг 7 миллионов 700 тысяч рублей, подсчитали эксперты ЦИАН-аналитики. Башкортостан возглавил список регионов Приволжского федерального округа по самым дорогим домам. В первой тройке Мариелл с ценником 6 миллионов рублей, Мордовия 5 миллионов 700 тысяч. В целом по стране стоимость составила почти 11 миллионов. За год ценники выросли на 8%. Но и более четверти всех загородных домов продаются в Московском регионе и Краснодарском крае. Суммарно на 8 регионов приходится половина рынка России. В их число входит и Башкортостан, 4% всех предложений. Эксперты связывают рост цен со строительной инфляцией и дефицитом рабочей силы. Отрасль в среднесрочной перспективе поддержит внедрение экскроу-счетов при строительстве коттеджных поселков и появлении новых банковских продуктов по кредитованию сделок загородной недвижимости. Под Уфой построят мясоперерабатывающий завод. Минземимущество Башкортостана выделило инвестору компании «Колбасыр» землю в деревне Жуково в аренду без торгов. Там появится производственный цех, трансформаторная подстанция и парковка для грузовиков. Объем инвестиций составит 45 миллионов рублей. Ну и завершить строительство цеха планируют к концу 2025 года. К середине 26-го корпус оснастят оборудованием и запустят производственную линию. Она сможет выдавать 400 тонн колбасы, сосисок, пельменей, котлет в год из куриного мяса, говядины и свинины местного производства. Отмечу, что в Башкортостане планируют существенно нарастить выпуск продуктов. Для этого запустили программу развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Ну и по данным Минсельхоза, по ней в прошлом году предприятия получили 100 миллионов рублей поддержки. В результате в 2023 году объем выпуска продуктов увеличился на 6,5% и в денежном выражении это 160 миллиардов рублей. Предприниматели Уфе ознакомили с новыми халяльными финансовыми инструментами. Исламский бизнес-форум состоялся в Уфе. В нем приняли участие топ-менеджеры малых и средних компаний региона. Мероприятие началось с чтения молитвы. Ну а в числе спикеров были эксперты в области исламского права, экономисты и священнослужители. Ну и напомню, с прошлого года Башкортостан, Татарстан, Чечня и Дагестан участвуют в двухлетнем пилотном проекте по внедрению исламского банкинга. К эксперименту по партнерскому финансированию подключились ведущие банки. Постепенно они наращивают продуктовую линейку. Это исламская ипотека, расчетный счет, факторинг по принципам шариата, ну и другие инструменты. Первые сделки уже были. Первый продукт, который мы сделали, это расчетный счет по канонам шариата, корпоративная карта и факторинг. По расчетно-кассовому обслуживанию достаточно большое количество клиентов. В принципе, с первых же дней, как мы одобрили этот продукт, клиенты стали обращаться в наше отделение и открывать счета. Ну и накануне региональная лизинговая компания Башкортостана реализовала первую сделку по новому продукту Иджара. Договор заключили с предпринимателем из Уфы. Женщина смогла приобрести ладу Гранта с фургоном-рефрижератором стоимостью почти в 2 миллиона рублей. Кстати, сделку одобрил совет по шариатскому контролю. Уровень бедности в Башкортостане к 30-му году планируют сократить в два раза с 12 до 6%. В этом году необходимо достичь показателя в 9%. Такую задачу правительства поставил премьер-министр Андрей Назаров. По данным Минтруда и Башстата, наибольшая доля бедных среди сельских жителей, а также многодетных и неполных семей. Если уровень бедности в городах составляет порядка 2%, то на селе почти 16%. Доля малоимущих 19,80%. Соответственно, основной фактор, влияющий на эти показатели, доходы граждан, источником которых является зарплата. Среднемесячная зарплата в январе 2024 года превысила 57 тысяч рублей и увеличилась по сравнению с январем на 14,8%. И в целях улучшения позиций в рейтинге регионов ПФО предлагаем отраслевым министерствам и ведомствам возобновить практику по заслушиванию руководителей, учредителей организаций с низким уровнем заработной платы. И рассмотреть вопросы по выявлению причин, по которым работодатели не могут повысить среднюю заработную плату и провести оценки эффективности принимаемых мер по повышению уровня средней заработной платы. Ну и власти республики также планируют уделить внимание созданию высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях. В 2022 году число увеличилось на 4,5% до 23 тысяч. Ну и на таких местах зарплата обычно больше, чем в среднем по республике. Строительная готовность Шакшинского моста в Уфе составила 43%, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Капитальный ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На объекте задействованы порядка 70 человек, используется тяжелая строительная техника, работы ведутся в круглосуточном режиме, подчеркнули в ведомстве. Ну и по данным администрации Уфы, в июне этого года планируется завершить работы на части моста, перенаправить движение и приступить к ремонту второй половины. Капитальный ремонт Шакшинского моста ведется согласно утвержденному профику. На сегодняшний день завершена работа по демонтажу пролетного строения первого учреждения строительства. Уже полностью завершена работа по упротнительной сборке металлоконструкции пролетного строения правого направления. В ближайшее время запланирована работа по опусканию пролетного строения на постоянные опорные части. Перепуск движения на встречное направление планируется на июнь текущего года, а стать объектом эксплуатации планируется согласно муниципальному контракту в 2025 году. Ну и протяженность четырехполосного моста составляет 687 метров. Стоимость его ремонта составляет более 2 миллиардов рублей. Работы ведет Башкир Автодор. Контракт с компанией заключили в марте прошлого года. Она стала единственным участником закупки. Парк имени лесоводов Башкортостана закрывается на реконструкции. Работы будут вести до конца сентября, сообщили в Уфимской мэрии. Преобразится зона для пикника. Старые мангалы демонтируют и на их месте создадут места для отдыха с торговыми киосками. На спортивной площадке разместят два футбольных поля – большое и малое. Две волейбольные площадки, площадку для баскетбола и стритбола, беговую дорожку и зону для разминки. На малой спортивной зоне обустроят воркаут-зону. Здесь же можно будет поиграть в пинг-понг и в шахматы под навесом. На детской площадке вместо устаревшего оборудования поставят новое деревянное. Оно гармонично впишется в лесной пейзаж, считают проектировщики. Обновят тропинки, поменяют асфальт, добавят велосипедные дорожки. Установят дополнительное освещение и видеонаблюдение с подключением к системе «Безопасный город». К этому часу это все новости. Оставайтесь с Рыбакой. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин